не все знают но мы натопнулись на ряд технических сложностей самый первый момент какого-то экшена остается всегда за кадром и мы поняли что нам необходимо сделать раскадровку прямо в локации сыграв некоторые сцены самим чтобы можно было и вдали и вблизь это привет эпилепсия в общем вот такая вот особенность съемки эта деревня признак верхние броды где произошло самое загадочное событие за последние несколько лет меня зовут татьяна блок и это мое журналистское расследование всем привет меня зовут андрей шевкера я режиссер всех серий сериала тайны пропавшей деревни и любезно пригласила меня рассказать вам о сериале о том как мы к нему готовились как мы его снимали и какие интересные необычные истории происходили во время съемок данного сериала не все знают но деревне в которой мы снимали она реальная точнее это три деревни в тверской области такой тройной объект какие-то мы додекорировали какие-то мы не трогали вообще и снимали как есть основная сложность была в том чтобы найти уникальные интерьеры для каждого из персонажей для каждой виньетки которые у нас есть чтобы они не были похожи не пересекались и были самобытны и по-своему уникальны основная база наших расследователей это сельская школа школа была настоящей слава богу в этот период были каникулы и нам любезно согласились отдать все здание в обмен на небольшой косметический ремонт внутри в общем да снимали школах и конкретно конечно класса труда там как такового не было и сами классы мы тоже меняли глобальный этот класс мы переделали в учительскую это из-за удобства окон у нас помните у нас были сцены где приезжает денис косяков парень татьяны блока буду искать в этой деревне шиномонтажку а вытянутый класс выбрали под класс труда как раз из-за того что большая глубина а это мой класс точнее теперь офис для нашего расследования у нас хватит туда очень много интервью очень много работы с макетом мы хотели разнести их друг от друга подальше чтобы можно было работать в две стороны и они были как-то более-менее разнообразно это чур моя спортзал мы вообще не трогали если вы посмотрите спортзал мы поменяли выписку сняли кольцо по сути это реальный спортзал реальной школы здесь реально дети занимаются спортом но выглядит безумно уютно мой самый любимый объект следующий пункт почему я рассказал про реальные объекты в деревне это в купе с нашей манерой съемки а снимаем мы такую гонзу журналистику мы натолкнулись на ряд технических сложностей подготовки первая сложность это невозможно снимать восьмерками и мастер-планами невозможно снимать многокамерной съемкой так как мы боролись за честную документалистику мы стремились делать так чтобы весь материал который снят был снят честно в одну камеру и был оправдан этим отсюда идет и работа внутри кадровым монтажом работа с невидимыми склейками работа с психологией операторской камеры самый первый момент какого-то экшена остается всегда за кадром если он только не перед вами происходит таким образом у нас есть около трех недель на расследование чтобы понять и разобраться куда тимофей татьяна не отвлекайтесь пойдемте вот от таких вот приемов выработав такую хореографию камеры внутрикадровую компоновку кадрирование мы пришли к тому что невозможно нарисовать раскадровку заранее не не находясь внутри объекта невозможно даже по фотографиям четко понять как работает камера внутри длинной сцены которая длится там полторы минуты или даже 40 секунд но за эти 40 секунд к нам ходит какой-то персонаж мы ведем какой-то объект звучит какая-то шутка мы должны увидеть реакцию другого персонажа заявить всю мизансцену и так далее и все это должно быть в каком-то неком монтажном ритме только ритм бессклеечный внутри кадровый монтаж и мы поняли что нам необходимо сделать раскадровку прямо в локации сыграв некоторые сцены сами мы поехали заранее по моему за 10 дней за две недели на объекты и небольшой творческой группой вместе с операторами с монтажером потому что он должен был быть в курсе что мы снимаем и как это будет монтироваться соседними сценами мы буквально на телефон отсняли основные сцены сериала вспышка она ушла там под воду татьяна оборачивать это очень сильно помогло уже в момент съемки когда оператор и камермен и монтажер и второй режиссер и художник знали какие кадры мы снимаем в какие направления могли заранее это все подготовить и дублей технических мы очень мало придумывали по съемке мы почти все придумали на подготовительном периоде и во время съемки ну добавлялись какие-то нюансы либо какие-то фишки но мы точно не тратили время на мозговой штурм и снимали больше дублей благодаря этой подготовке то что у нас была раскадровка который мы потом просто сделали на скриншот и сделали в режиссерский сценарий и у всей группы по сути были четкие ракурсы направления благодаря этому и художники и постановки знали в какую сторону мы снимаем и у нас кадры операторы и гафферы и осветители знали какой участок определенной локации мы работаем и что будет дальше и это очень сильно ускорило наш процесс вот сама сам процесс съемки был достаточно за занимательный мы достаточно весело провели время как будто бы такой наш небольшой лайфхак как снимать документальное кино по раскадровке вот наверное это главный тезис вот такое срежиссированное документальное кино вторая особенность подготовки и съемки журналистского такого макюментари это конечно же техника на которой это снимается мы работаем пересеченные местности в узких манил больших избах это всегда либо замкли пространства либо огромные площади каких-то зарослей кустов ям канав если если бы реальные журналисты поехали они бы взяли с собой какой-то минимальные удобный хэндикам с каким-то большим фокусным расстоянием диапазоном чтобы можно было вдали и вблизь и все это минимально легко облегченные на аккумуляторах и так далее понятно что для такой платформы как или качество с хэндиком камеры не подходит у нас была задача снимать в 4к со всеми со всеми плюшками плюс нам нужно было выводить картинку на плейбэк на несколько плейбэков нам нужны были быстрые фокусы чтобы можно было быстро делать краж зумы зума ауты и так далее и мы снимали ну считай на полноценный сет камерный только максимально облегченный минимум проводов самые легкие сендеры я знаю что для механиков для рентала для оператора постановщика сборка этого лего я так это назвал было отдельным челленджем все равно вы получился очень габаритный сет эта штука все равно получилось не маленькая и нам самое главное что у меня была основная просьба к операторам попытаться сохранить пластику камеры то есть если мы знаем да чем меньше камера чем легче тем резче она движется тем больше она дергается и так далее понятно что сильное дергание 25 минутах на игровых сценах это привет эпилепсия мы все равно работали за какую-то более плавность но она должна была быть мобильной ее должно быть возможность взять в руки повесить ней зерик резко разворачиваться поворачиваться бегать с ней мы много бегали прыгали приземлялись поднимались заходили уходили и наши два оператора ну евгений милюков наш оператор постановщик и константин шмелев наш камермен второй оператор вот попутно меняясь так как это достаточно физически тяжелая работа освоили профессию журналиста документалиста с очень красивым светом при этом куча света который мы максимально маскировали что много портретов у нас много интервью забыл предупредить у харитоник и наши биполярное расстройство личности вот мы хотели чтобы картинка все равно смотрелось вкусно чтобы это было приятно смотреть наслаждаться этим в общем вот такая вот особенность съемки но вот наверное вкратце основные технические моменты как мы готовили это надеюсь вам было интересно с этим бэкграундом вы можете пересмотреть еще раз заново все восемь серий и открыть для себя какие-то нюансы съемки в том как сделан этот сериал ждем вас на или enjoy